Лето Суббота обещает быть активной. В Первоуральске впервые пройдет спортивный квест. Участникам предстоит пройти пять испытаний, которые будут расположены в разных уголках города. В соревнованиях могут принять участие все желающие с 14 лет. Заявки принимаются от команд из двух человек. Уже заявились 44 команды. Регистрация проходит в официальном сообществе Первоуральск, город чемпионов ВКонтакте. Начало квеста в 12.00 от Инновационного культурного центра. Будут выдаваться командам карточки, на которых будут зашифрованы какие-то места в нашем городе. Возможно, исторические места. Что нужно было сделать командам? Во-первых, расшифровать, где это место находится, туда прийти и пройти наши спортивные мероприятия. Приходят семьи, приходят дети с родителями, приходят друзьями, некоторые коллеги приходят, взрослые приходят. Именно сплоченность, общение, развитие спорта, здоровый образ жизни. В Первоуральске с размахом отпразднуют День военно-морского флота. Мероприятия начнутся в 11 утра в воскресенье с торжественного митинга Новотутина у БМП. После там пройдет большой концерт. Дню военно-морского флота посвятят еще одно мероприятие. В военно-спортивной эстафете полоса препятствий можно будет проверить свои силы и уровень морально-физической подготовки. На этапах полосы сборка-разборка макета автомата, снаряжение магазина, преодоление препятствия сухое русло, переноска раненого, преодоление полосы заграждения, метание гранат и другое. Приглашают всех желающих в возрасте от 20 лет. Начало в 13.00 на автодроме ДСААФ. Первоуралочкам в это воскресенье предлагают принять участие в проекте «Мамина красота». Организаторы говорят, что он придуман для того, чтобы женщины с маленькими детьми могли получить психологическую разгрузку. Участницы проекта проведут один день без домашних забот и хлопот в окружении опытных стилистов, инструкторов по танцам и фотографов. Кульминацией проекта станет праздник в честь героинь. Участие в мероприятии бесплатное. Подробности смотрите в группе ВКонтакте «Мамина красота. Россия». Стать благотворителем может каждый. При этом совсем не обязательно для этого иметь лишние деньги. Достаточно немного свободного времени и желания помочь бездомным кошкам и собакам. Присоединиться к выездной акции Первоуральского общества защиты животных можно в воскресенье. Волонтеры поедут в сухой лог. Мы всегда приглашаем желающих на автомобилях, кто готовы взять одну-две собачки к себе на борт, или сопровождающих, или хотя бы переноски с кошками поставить. А еще очень нужны сопровождающие для собачек, то есть те, кто будут во время акции держать на поводках собак, рассказывать об их характере, желающим взять. Поэтому, пожалуйста, если у вас есть такое желание присоединиться к нашему доброму делу, звоните нам по телефону 8-950-649-44-62, либо можно обращаться через администраторов группы ВКонтакте. Синоптики обещают отличный теплый воскресный вечерок. Чем не повод посетить футбольный матч на открытом поле? Первоуральцам предоставили возможность проследить за игрой двух опытных и статусных команд – местный Труппром и Академия Урал из Екатеринбурга. На Труппром-арене состоится матч первой группы чемпионата Свердловской области. Понаблюдать за игрой земляков горожане смогут в 5 часов вечера 30 июля. Стадион расположен в поселке Магнитка. В это воскресенье телеканал Первоуральск ТВ отметит свой юбилей – 10 лет в эфире. Поздравить журналистов смогут все горожане. На большой веселый праздник в Парк новой культуры приглашают и детей, и взрослых. С 5 часов вечера будут проходить развлекательные мероприятия. Для детей – акробаты, подвижные игры, аттракционные, воздушные шары и аквагрим. Активным и удачливым – призы за участие в конкурсах. Для взрослых споют группы «Запасной выход», «Братанза», «Дарта», «Железный озон», вокалисты студии «Сцена». Станцуют коллективы «Импульс» и балет «Галины Круговых». На празднике можно будет сделать моментальное бесплатное фото и получить подарки. Итак, встречаемся в парке в 17.00. В инновационном культурном центре в понедельник состоится встреча, посвященная творчеству Александра Волкова и его книге «Волшебник изумрудного города». Отмечу, подобное мероприятие в ИКЦ проходит раз в месяц в рамках уникальной программы «100 книг президента». Начало в 3 часа дня. Там же, но уже во вторник, ждут всех любителей анимации. Встречу с первоуральцами проведет режиссер анимационного кино, художник и сценарист Григорий Малышев. Он расскажет о своем творческом пути и поделится секретами профессии. Гости познакомятся с анимационными работами художника и сами создадут мультфильм в технике «Стоп-моушен» под руководством мастера. Старт в 15.00. За вход платить не придется. Всем привет! Меня зовут Григорий Малышев. Я режиссер анимационного кино. Только что вы видели кадры из моих фильмов. Хотите узнать секреты анимации? Приходите 1 августа в 15.00 в Инновационный культурный центр. До скорой встречи! Не придется скучать и в среду. В 11 утра кинотеатр «Восход» распахнет свои двери для всех желающих. Там бесплатно покажут фильм «Судьба». Это продолжение знаменитого советского фильма «Любовь земная». Лента «Судьба» стала одной из самых любимых для советских кинозрителей. В этой картине уже знакомые герои проходят сложные испытания. В Первоуральске проходит сразу несколько концептуальных выставок. Одна из них на шестом этаже Инновационного культурного центра. Экспозиция Наташи Подуновой о жизни слепых и слабовидящих людей. В рамках нее два проекта. Серия фотографий «Видимый» об успешных инвалидах и фрагмент долгосрочного проекта «Антропозатор» о внутреннем мире слепого ребенка. А в музее ПНТЗ откроется выставка, раскрывающая правду о жизни Первоуральского приюта для животных. Ее посвятили десятилетию Общества защиты животных. Организатор фотовыставки – волонтер Иван Десятов. Экспозиция «Приют в Первоуральске быть» доступна для просмотра со 2 августа до конца месяца. За вход платить не придется. Мы надеемся, что фотовыставка найдет отклик в сердцах горожан. Работа эта взята из исторических архивов Общества защиты животных. Многие фотографы принимали участие в создании. Это наши постоянные помощники – Иван Десятов, Ольга Салимова, Кристина Барышникова, Мария Издакова, ну и многие-многие другие, много работ просто, будем говорить, любительских. И, ну, это было бы все равно, мне кажется, интересно многим посмотреть, как создавался приют с пустого места буквально, и как он сейчас живет. На сегодня это все. Будьте в центре летнего праздника жизни и получайте только яркие и положительные эмоции. Ну, а если у вас есть мероприятия, на которые вы хотите пригласить горожан, сообщайте о них нам по телефону 64-92-92. Увидимся ровно через неделю. Приятного вам уикенда! Редактор субтитров А.Семкин